Доброго времени суток всем! Радуйтесь! Сегодня я вам покажу, что у меня получилось с тем пнем, который я нашел возле реки, когда мы ездили за цикломом. Я вам обещал, что я обязательно им займусь и обязательно его обработаю и подготовлю к погружению в аквариум. Я это сделал, давайте посмотрим, что из этого вышло. Вот, собственно, и сам пень. Посмотрите, я полностью его обработал, полностью его освободил от всяких гнилушек, от коры, то есть все, что, как я и говорил, все, что можно отколупать было. Я отколупал, вычистил вот со всех уголков этого пенька. Вот такой он у нас красавец получился. Сейчас я его по кругу обойду, покажу вам полностью, какой он суперский. Вот, я его обработал гипохлоридом, обдал кипятком, потому как во что-то его там ставить и кипятить, это просто нереально. Ну вот. И вот так он у нас выглядит. Вот такой вот замечательный пенечек. Коряжка, я не знаю, как это можно назвать. Вот, в принципе, он полностью готов к тому, чтобы его погрузить в воду. Вот. То есть, чтобы он украсил какой-то аквариум. Ну, в этом, в принципе, и вся загвоздка, что он очень большой. Он реально очень большой. Получается, у него вот от крайней отсюдого и досюдого длина метр двадцать и ширина где-то около девяносто сантиметров. И в высоту он получается где-то около восьмидесяти сантиметров. То есть, ну, у нас таких аквариумов просто-напросто нету. Вот. Ну, пилить мне его совсем не хочется. Вообще не хочу его пилить. Поэтому я принял решение, что склею под него отдельную банку. Отдельную банку, чтобы, ну, по максимуму, там, может, что-то, конечно, и придется убрать. Ну, чтобы по максимуму его сохранить и поставить специально для него отдельный аквариум. Вот. Ну, к сожалению, к сожалению, пока финансы наши нам не позволяют это сделать. Поэтому придется отложить этот проект на некоторое время. Но я вам обещаю обязательно, обязательно его реализовать и обязательно выложить видео с ним уже в аквариуме. Как он станет и как он будет смотреться уже непосредственно в аквариуме. Ну, а на сегодняшний день у меня дочка очень-очень хочет завести себе. Ей уже красные лимоны надоели. Вот. И она очень хочет завести себе креветок. Вот. И я давно уже ей обещал это сделать. Но, опять же, у нас не было свободных маленьких аквариумов. И я решил сделать такой небольшой проектик. Не буду покупать ей ничего. Не буду покупать ни банку, ни оборудования в банку. Все решил сделать своими руками. То есть, полностью с нуля сделать аквариум для креветок с фильтрацией, с освещением. При этом затратить минимальное количество средств на это. То есть, буду делать из того, что у меня есть дома. То есть, из тех запчастей, которые у меня пооставались от каких-то других проектов, от каких-то других вещей. Вот. Это касается, ну, абсолютно всего. Начиная от стекла, там, клея, силикона и заканчивая там светодиодами, трубочками для аэрации и всего прочего. То есть, в конце, ну, я вам просто скажу, сколько он мне обошелся, покажу. Вот. Давайте вместе попробуем создать этот проект и что из этого выйдет. Начнем с аквариума. Вот такие вот размеры аквариума у нас будут. Вот. Стекло, четверка. Ну, для таких размеров можно было и двойку, и тройку взять. Ну, будем брать четверку, потому что это то, что у меня было. Я... Оно нам досталось от старых... Это стекло. От старых... Вот это стекло. Вот стекло. От старых хозяев. Видимо, из какой-то мебели. То есть, мебель, скорее всего, мы выкинули. Ну, а стекло, как обычно ценная штука для аквариумиста, я его оставил себе. Вот. Два куска стекла. Я думаю, нам на вот эти вот размеры их хватит. Вот. То есть, сегодня мы вырежем стекло и попробуем его склеить. Клеить будем... Вот у меня, опять же, я не покупал специально для этого. У меня оставался, ну, где-то полтуба силикона. Силикон этот, ну, скажем так, недорогой. Вот. И для маленьких объемов вполне пригодный. То есть, будем клеить этим силиконом. Вот. Ну что ж, приступим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стекла порезаны. Все. Сейчас я вам покажу, как я обрабатываю кромки. Это, конечно, будет не станочная обработка. Обрабатываю я с помощью вот такой вот наждачки P-240. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все кромка обработана теперь спокойно с этим стеклом можно будет дальше работать клеить его собирать аквариум так теперь я сейчас обработаю так все кромки помою стекла обезжирю их и будем собирать аквариум и так стекла обработаны помыты обезжирены все готово к склейке так что поехали и и и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот начало и положено самому бюджетному аквариуму своими руками. Сегодня мы с вами вырезали стекло и склеили небольшую баночку. Сейчас я вам ее покажу. Вот что у нас получилось. Такой вот аквариум. Он стоит, засыхает. Завтра я аккуратненько обработаю все швы. Вот. На этот аквариум я не затратил ни копейки денег. То есть стекло было бушное из старой мебели. Силикон у меня оставался. То есть его опять прилично осталось. Вот вы можете посмотреть по тубе. Ацетон, обезжириватель. То есть и малярную ленту я тоже использовал. Та, что у меня была. Если кто-то конечно скажет, что вот ты когда-то там тратил на это все деньги. Ну специально я не потратил ни одной копейки. Все, что я использовал, у меня уже было. И оно просто лежало. И за своим сроком годности тот же силикон мог и малярка допустим та же испортится. Я бы ее выкинул. Ну я ее применил вот к такому небольшому аквариуму. И сделал для ребенка вот такой вот креветочник. Завтра я уже говорил, что я все это сниму, зачищу. И будем делать вместе с вами фильтр к этому аквариуму. Тоже полностью своими руками. И из того, что у нас есть. Ничего, постараемся лишнего не покупать. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Ставим палец, вот так вот, палец ставим вверх. Если кому понравилось, подписываемся на наш канал. И обязательно отслеживаем наши новые выпуски. Счастливо, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!